всем большой привет добро пожаловать на мой канал сегодняшнее видео я снимаю по вашему запросу и она будет называться моя коллекция лаков для ногтей также в этом видео я вам покажу свои инструменты для маникюра и педикюра а также некоторые средства по уходу за ручками и ножками это видео я поделю на три части чтобы она не была слишком долгим и еще по мере того как моя коллекция будет обновляться я буду выпускать следующие части поэтому кому интересны такие видео то подписывайтесь на мой канал и оставайтесь со мною и так давайте я вам сначала покажу как же все у меня выглядит где что хранится вот в такой вот косметички от иван я храню свои средства по уходу за ножками здесь вот у меня находятся некоторые средства которые я вам покажу сегодня также здесь инструменты для маникюра и педикюра и ромашечка которую я также вам буду показывать здесь у меня вот в такой вот косметички хранятся мои очень старые лаки которые я покупала в обычных киосках и магазинах такие вот лачки и вот в такой вот коробочки металлической от икея я храню свою основную коллекцию лаков она состоит в основном из лаков от иван и в первой части я вам буду их показывать покажу я вам свою баночку вот такая вот очень красивая баночка покупала я ее в икея она состояла из трех коробочек была большая вот это вот квадратненькая средняя и была еще маленькой круглой баночка сейчас покажу как она смотрится сверху на крышечке очень милый мишка нарисованный и по бокам различные игрушечки коробочка очень удобная для хранения лаков она мне понравилась так как по росту лаки очень хорошо сюда помещаются в стоячем положении и она еще закрывается очень удобной крышечкой поэтому ничего не падает и ничего куда не вываливается вот в таком вот положении находятся мои лаки здесь у меня в основном все лаки которые нанесены на ромашку так они выглядят итак давайте начнем наш обзор с первой части в этой части я вам покажу свою основную коллекцию лаков и начнем мы с ромашки она у меня также от иван как видите она уже почти полностью заполнена осталось только три позиции нанести думаю в следующий раз я куплю еще такую же ромашечку так как она мне очень нравится она очень маленькая удобно ее легко носить с собой в косметичке чтобы показывать клиентам здесь лаки я наношу на лицевую сторону так как мне кажется что их удобнее прощупывать и прикладывать к ногтям вы можете почувствовать как этот лак будет смотреться на вашем ноготочке каким он будет с пупырышками либо гладким мне кажется так намного удобнее чем наносить сюда здесь же у нас они все гладенькие такая вот ромашечка теперь давайте начнем смотреть лаки 1 лак который я вам покажу я не нанесла на ромашку вот такой вот лак иван глу это у нас лимитированная коллекция сюда я еще его пока не успела нанести сейчас я этого делать не стала так как он будет очень долго там сохнуть и мне неудобно будет показывать вам свои лаки которые я уже нанесла довольно таки давно покажу его просто вот так вот цвет у нас вот такой очень красивый яркий насыщенный цвет не знаю если сейчас такая лимитированная серия где-то может быть ее можно найти только в распродаже у нее идет коричневая крышечка с блестками и здесь 10 миллилитров объемом лак мне нравится тоже с удовольствием им пользуюсь следующий лак который я вам покажу будет уже на ромашки это вот такой вот лак с блестками эффект кружева так вот он смотрится magic эффект здесь серии идет 10 миллилитров объем такой цвет деликатный розовый здесь кружевные частички вот такие разные большие и маленькие этот лак мне очень очень нравится единственный его минус это тяжело его смывать ногтей средством для снятия лака он очень тяжело удаляется эти блестки остаются их приходится просто выковыривать оттуда и чтобы получить вот такой вот эффект как на ромашке с множеством количеством блесток нужно наносить где-то в 45 слоев иначе если один раз нанесете то у вас столько блестков просто не попадется на кисточке так в целом лак очень очень классный следующий лак будет вот такой вот желтенький этот лак тоже идет от эйвен спиджай такой серии уже нет в каталогах здесь 10 миллилитров я его брала то ли в распродаже то ли по баллам я сейчас уже не помню цвет у него такой вот ела желтый этот лак мне не очень понравился чтобы получить вот такой вот эффект и вот такой нужно тоже нанести в несколько слоев иначе он будет прозрачный но если вы получите вот такой цвет думаю будет смотреться неплохо пока я им не пользуюсь в основном лежит до лучших времен следующий лак у меня такой вот зеленоватый цвет он уже идет с блестками даже перламутровый такой я бы сказала эта серия nail pro 10 миллилитров цвет но и народ этот лак мне нравится я им пользуюсь он такой же вот как и в баночке вот видите такой же цвет получается на ногтях держится он неплохо если вы не моете посуду руками там или еще что то то он будет у вас держаться на ногтях хорошо такой вот лачок следующий лак идет вот такой лавандовый цвет это у нас тоже была лимитированная коллекция здесь вот цветочки на баночке 10 миллилитров вот такой цвет люкс лаванды такой вот лак тоже ничего плохого про него не скажу но он светленький где-то в два слоя такой вот цвета вы получите следующий лак очень приятного коричневого цвета это у нас вот такой вот лак тоже серия nail pro 10 миллилитров здесь у нас объем цвет мне очень нравится где-то тоже в два слоя наверное его нужно наносить ну думаю в один слой тоже можно но я в основном такие лаки люблю где-то два слоя наносить чтобы цвет был более темный и непрозрачный такой цвет винтаж очень хорошенький лак следующий лак также с блестками с маленькими идет оранжевого цвета я вам покажу два лака какие у меня есть вот такие вот две баночки первая у нас из серии glow и 2 серия nail pro две разные серии но два одинаковых цвета здесь у нас лимитированная серия видите крышечка коричневая с блестками а здесь уже обычная черная я честно говоря не помню какой я лак нанесла на ромашку так как после того как я наносила я уже баночки все перепутывала несколько раз вытаскивала из коробочки и поэтому я не могу сказать какой я нанесла сюда но они очень похожи я бы сказала они даже одинаковые лаки здесь у нас 10 миллилитров вот видите они тоже одинаково переливаются хотя первый лак у нас называется мандарин magic мандариновый цвет а вот этот от голову который у нас идет оранж флейминг апельсин здесь мандарин здесь апельсин но они очень очень похожи поэтому ставим их рядышком следующий лак будет вот такого вот очень приятного цвета такой вот у нас бирюзовый цвет этот лак мне очень понравился сия бриз называется он но чтобы получить такой цвет тоже нужно в два-три слоя нанести если вы нанесете то у вас получится очень красивый приятный нежный цвет 10 миллилитров серии на его про следующий лак блестящий такой вот золотистый цвет также серии на его про этот лак уже можно наносить в один слой здесь у нас 10 миллилитров цвет golden vision такой вот лачок блестящий красивый кто любит такие блестящие лаки самое то следующие два лака мои любимые лаки эти лаки можно наносить легко в один слой вы получите вот такой вот цвет если же в два слоя вы их накрасить и у вас получится такой вот густой цвет вот тоже так же как на ромашке я здесь где-то в два слоя нанесла но если вы в один нанесете то тоже будет такой же эффект так что ничего страшного этот лак у нас сейчас я вам покажу как выглядит и сразу достану второй лак первый синий тил глита и второй розовенький цвет кристалл set pink вот такие вот два лака они у нас в отличие от других лаков не гладкие на ощупь они вот такие вот шуршавенькие кому неудобно ходить с таким лаком если вы чувствуете на ногтях шуршавость он не понравится если же вам это не принципиально то это очень клевый лак мне он очень нравится такие вот два лака с блестящими частичками внутри следующий лак будет вот такого вот цвета это у нас идет уже гель финиш лак гелевые лаки их можно наносить в один слой чтобы получить очень хорошие яркие цвета мне нравятся гелевые лаки от эйвон здесь у нас 10 миллилитров цвета здесь нету только идет внизу вот такой вот номер следующий лак также гель лак он уже идет ярко-розового цвета такой вот очень сочный цвет номер вот такой тоже очень нравится этот лак в лаках гель финиш цвета очень сочные яркие насыщенные мне нравятся следующие три лака они также вот такие вот пупырчатые но здесь конечно поменьше пупырышек чем вот на этих двух лаках но все равно они не гладкие такие вот пупырками сейчас я вам покажу все эти три лака они у нас с большим количеством блесток очень блестящие хорошо наносить на какие-то праздники и мероприятия если вы хотите блистать мэйджик эффект цена серии идет здесь вот такие вот цвета blue steel gold и купер 10 миллилитров так вот они на ромашке смотрится следующий лак также один из моих любимчиков это у нас магнитный лак от эйвен вот такой вот он цветом синенький здесь у нас 10 миллилитров если вы видите что на ромашке он вот такой вот полосатенький то внутри это не значит что он такой же при нанесении он просто голубенький перламутровый цвет вот такой вот эффект нужно получить при помощи специальной такой палочки для маникюра я вам ее также покажу во второй части видео покажу как ей пользоваться такая штучка у меня есть там в каталоге есть различные варианты узоров можно получить другие полоски не обязательно такие но у меня вот с такими вот полосочками эта штучка лак очень клёвый тоже с удовольствием им пользуюсь следующий лак вот такой вот блестящий цвет тоже с блестками серенький это серия ней был про цвет у него старый sky вот такой вот лак очень клёвый наносится в один слой неплохо здесь также много блестков очень красивый лачок дальше пойдут лаки уже не от эйвон от и фраше два вот таких вот лака у меня есть это мои любимчики также первый лак от и фраше цвет у нас вот такой вот вот очень клёвый лак также как этот его нужно наносить в один слой у него очень широкая кисточка легко наносится и также он очень быстро сохнет вот этот лак в расцветке вот такой вот у меня сейчас на ноготочках наносила я его в два слоя здесь чтобы получить более насыщенный цвет но опять же повторюсь даже в один слой он будет такого же цвета вот лак кстати от и фраше лаки очень классные поэтому с удовольствием также и покупаю их следующие два лака у меня от фаберлик идут желтый и зеленый вот это тоже желтый лак в отличие от эйвонского желтого здесь уже прям желтый желтый сочный цвет если вот здесь я где-то в 4 5 слоев наверно мазала не знаю сейчас уже не помню насколько то здесь всего один раз я нанесла его и победить получился вот такой вот цвет яркий насыщенный и здесь такой же цвет зелененький очень приятные цвета такие яркие молодежные эти лаки я люблю наносить поочередно один пальчик желтенький зелененький дальше желтенький зелененький желтенький вот таким образом их сочетать они очень хорошо сочетаются сейчас покажу вам их не номера такие вот у них номера у этих лаков тоже очень нравится ну и последний лак из ромашки это эйвонский лак вот такого вот цвета он очень похож на этот но он немножко такой я бы сказала немножко другой тот более темнее а здесь уже такой более карандашный цвет такой как простой карандаш что ли я не знаю такой какой-то другой он у меня находится в коробочке это гель лак почему я положила его оставила точнее в коробочке это из-за того что мне надоело что на этих лаках нету названий здесь также вот идет номер и больше ничего и чтобы не потерять цвет как он называется вот здесь на коробочке название snow star там я оставила его в коробке такой вот лачок вот такой вот был небольшой обзорчик на мои лаки с вами мы увидимся в следующей части надеюсь вам понравилось это видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал пишите в комментарии также запросы спрашивайте что вы хотите увидеть какие видео на моем канале всем пока до новой встречи пока пока